В эфире телеканала Краснодар. Программа «Город сегодня» в студии Анна Володина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске новостей. На главную ёлку не на своих двоих. В Краснодаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Удачный тандем. Депутаты ЗСК, Гордума и руководство Краснодара подвели первые итоги совместной работы в 2018 году. Не забыть поздравить. В Союзе журналистов Кубани прошла презентация календаря, но необычного. В нем собраны известные жители нашего края, которыми мы можем гордиться. Чествуем самых смелых и отважных. Ветераны и действующие сотрудники МЧС Краснодарского края отметили свой профессиональный праздник. Не выдержал натиска. Арт-объект «Я люблю Краснодар», который подарили кубанской столице на день города в сентябре, сегодня разобрали. Без четверти век. Одному из старейших промышленных предприятий Краснодара исполнилось 75 лет. Учимся на чужих ошибках. Как в век технологий? Люди обманывают людей. Смотрите наш сюжет о телефонных мошенниках. Нам с вами по пути. Голоса ведущих телеканала «Краснодар» зазвучали на городских трамвайных маршрутах. Поехали, а не пошли на главную елку. В Краснодаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. 12 автобусных, 8 трамвайных и 3 троллейбусных маршрута. Маршруты, которыми можно доехать к месту проведения большого праздничного представления на Театральной площади, будут осуществлять перевозки до полвторого ночи 1 января. Это сделано для того, чтобы у жителей и гостей была возможность уехать из центра города в направлении жилых микрорайонов Юбилейного, Московского, Восточно-Кругляковского, Гидростроителей и других, а также к автовокзалу Южный и ЖД вокзалу Краснодар-1. Для уточнения местонахождения транспортных средств на маршруте можно обращаться по телефонам горячей линии городского транспортно-навигационного центра 218 99 18, а также 8 903 412 0101. Кроме того, информацию о движении автобусов, трамваев и троллейбусов Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления можно отслеживать при помощи мобильных устройств по адресу, который вы видите на экране. Еще одна «Ласточка» будет курсировать между Краснодаром и Эмиритинским курортом. Первый рейс она отправится из Сочи вечером 1 января в 20.24. Время в пути составит 5 часов 6 минут. В обратном направлении поезд начнет курсировать со 2 января. С ЖД вокзала Краснодар-1 состав будет отправляться в 9.40, а прибывать на станцию Эмиритинский курорт в 14.43. Важно, что «Ласточка», курсирующая в данный момент по маршруту Краснодара-Эмиритинский курорт, будет ходить по прежнему расписанию. Удачный союз! Еще в начале 2018 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, Городской думы Краснодара и руководство нашего города провели встречу, где договорились совместно работать над самыми значимыми проблемами краевой столицы. И вот наступила пора подвести первые итоги. Все подробности у Анны Григорьевой. Чуть меньше года назад в таком же составе депутаты Краевого законодательного собрания Городской думы и руководители краевой столицы начали работу вот в таком объединенном формате. Главная цель – обсуждение и помощь в решении городских проблем. Направлениями нашей работы совместной, я напомню, стали укрепление материальной базы образовательных дошкольных учреждений города Краснодара, создание дополнительных мест в имеющихся школах и детских садах и безусловно как перспектива строительства новых объектов. Также развитие жилищно-коммунального хозяйства, решение вопросов перегруженности краснодарских дорог автотранспортом и, как следствие, значительные пробки. Первая встреча была в феврале этого года, вторая – в конце декабря, чтобы оценить результат сделанного. Благодаря всесторонней помощи, вниманию удалось сделать очень многое. Самое главное, о чем уже было сказано, мы запустили, безусловно, социальный конвейер. Это одновременно строительство ни одной школы, ни одного детского садика, а целый ряд объектов. И такого действительно в истории города еще никогда не было. Но это для нас безусловный приоритет, потому что действительно социальная нагрузка, социальный аспект, который сегодня ярко выражен и определен в муниципальном образовании, он расставляет перед нами приоритеты, которых мы должны придерживаться. Масштабы проделанной работы в Краснодаре впечатляют. За год введены в эксплуатацию две школы – в губернском микрорайоне и на хуторе Ленина. Достроена и приобретена в муниципальную собственность третья на улице Байбакова. Прямо сейчас в городе идет строительство еще семи образовательных учреждений. Большинство в Прикубанском и Карасунском округах. Да и садиков для краснодарских малышей становится значительно больше. В этом году мы еще запустили еще один дополнительный механизм. Находим старые детсады с советских времен. Но тем не менее они типовые абсолютно, которые используются по своему нецелевому назначению. Мы предлагаем форму приобретения выкупа, которая тоже поддержана на сегодняшний день. Вот один из детских садов буквально на днях мы выкупили. Один из густонаселенных микрорайонов с огромной потребностью тоже в детских дошкольных учреждениях. И переоборудуем, и запустим. За два года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в нашем городе отремонтировано 160 километров дорог. В 2019-м в копилку обновленных трасс добавится еще 72 километра. Вместе с Краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства проектируется транспортный коридор Володарского-Тихорецкая трасса М4 Дон. Это еще один въезд в центр города. Кстати, новые социальные объекты, как и дороги в Краснодаре, появляются в том числе и благодаря участию в этой работе депутатов всех уровней. Мы стараемся принимать и создавать нормативно-правовую базу, которая способствовала бы динамичному развитию нашего города Краснодара. Я хочу сказать, что вместе эти проблемы разрешаемы с депутатами Законодательного собрания Краснодарского края, которые активно принимают участие и в приемах граждан совместно с депутатами городской думы. И, конечно же, выдают нам рекомендации, как лучше выполнить ту или иную, решить ту или иную проблему. Еще на первой встрече депутаты города и края объединились для выполнения наказов избирателей. В результате в городе появилась многофункциональная спортивная площадка. Отметили депутаты и положительный опыт Краснодара в организации новой системы школьного питания. Решение, которое, может быть, не все еще оценили, но вот спасибо Евгению Алексеевичу и Вере Федоровне, оно сегодня в городе Краснодаре принято. Когда вот эта дотация, она передается родителям уже вторым темпом, да, и сегодня родители становятся единственным заказчиком питания. И мы уходим от той сдерживающей антимонопольной политики, да, когда мы зависели вот этих торгов. Мне кажется, это очень важное решение, оно достойное изучение, изучение практики и затем трансляции, в общем-то, на другие муниципальные образования. Вам за это спасибо. Подводя итог встречи, спикер краевого парламента обозначил общую цель совместной работы – развитие Краснодара и решение существующих проблем в интересах, в первую очередь, горожан, чтобы делать столицу Кубани комфортнее и удобнее для всех жителей. Анна Григорьева, Артем Статюха и Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». Бюджет этого года составит 265 миллиардов рублей, что позволит увеличить финансирование отдельных программ. Итоги уходящего 2018-го сегодня на Большом краевом совещании подвел Вениамин Кондратьев. В зале собралось около 500 человек – руководители региональных структур, депутаты ЗСК и Государственной думы, а также главы муниципалитетов. Заместители губернатора предоставили подробный отчет по всем отраслям. Положительная динамика наблюдается практически в каждом блоке. Однако высокие показатели в экономике края – не повод расслабляться, отметил глава региона. В следующем году задачи будут еще амбициознее. Этот год был для нас экономически успешным. Безусловно. Бюджет этого года – 265 миллиардов. Мы перед собой ставили планку ниже. Но давайте учитывать, что в 2015 году бюджет был 190 миллиардов. Несложно посчитать, что на 75 миллиардов мы приросли, коллеги, в рамках сегодняшних экономических условий. Это, конечно, результат всех сидящих в этом зале в первую очередь, коллеги. Могу сказать одно, что мы достигли тех целей, которые перед собой ставили. Ну, коллеги, это мы. Имеются в виду органы управления, власть. Но достигнуть тех целей, которые перед нами поставили жители края, еще раз подчеркну. Друзья, еще много-много нужно сделать. Много. Не просто активно, а результативно потрудиться. В регионе продолжится строительство школ и детских садов. Весомые средства пойдут на здравоохранение. На следующий год бюджет останется социально ориентированным. На этот блок направят не меньше 70% средств. Борьба с неформальной занятостью, производственным травматизмом и защита прав работающих граждан. Эти и другие вопросы обсудили в Краснодаре на последней в этом году трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ее провела вице-губернатор Анна Менькова. На селекторном совещании с районами края подвели итоги за 2018-й. Более 60 тысяч кубанцев, занятых неофициально, оформили свои отношения с работодателем. Задачу, которую поставил Роструд, удалось перевыполнить. Можем говорить о том, что очень большое количество людей объективно были выведены из тени и оформились официально на работу. Сегодня это важнейший для нас вопрос. И не только для социального блока, чтобы вы понимали, это напрямую связано с экономикой. И, конечно, сегодня мы эту работу и в 2019 году будем продолжать. Еще один важный вопрос, на который я сегодня обратила внимание и всех членов трехсторонней комиссии. С 2019 года, с начала года, у нас ждут ряд изменений, связанных с пенсионным законодательством. У нас появляется новая категория граждан. Это граждане предпенсионного возраста, которые должны находиться на особом контроле, под особой защитой и заботой государства. И в этом смысле мы, конечно, сегодня должны пересмотреть вопросы трудоустройства и сохранение рабочих мест для граждан предпенсионного возраста. Еще на итоговом заседании стало известно, что при трехсторонней комиссии будет образована межведомственная рабочая группа. Она будет эффективно и оперативно решать вопросы, связанные с сокращением теневой занятости и трудоустройством населения предпенсионного возраста. Также вице-губернатор Анна Менькова дала поручение всем центрам занятости Кубани проанализировать ситуацию на рынке труда и оценить качество оказания услуг. Несмотря на то, что год календарный отсчитывает свои последние мгновения, другой год учебный еще только-только дошел до экватора. Директора всех школьных, дошкольных учреждений и учреждений доп. образования собрались сегодня в новенькой школе 66, чтобы подвести итоги 2018-го и сделать это в неформальной и очень творческой обстановке. О том, каким заполнился работникам краснодарского образования год уходящий, а также о том, какие желания загадывают директора школы Деда Мороза, узнал мой коллега Антон Блазовский. То, что директора образовательных учреждений, народ творческий и креативный, вряд ли кто поспорит. Сегодня на сцене школы номер 66 они еще раз это доказали и в каких только образах не представали перед своими коллегами. И даже награждали сегодня особо отличившихся в уходящем году не грамотами, а пряниками. А этих людей, собравшихся в актовом зале, но инга школы отметит действительно есть за что. Ярких событий в городе Краснодаре было много, и это в том числе школа, в которой мы с вами находимся сегодня. Это приобретение замечательной школы 66-й в губернском, микрорайоне губернском. И много-много достижений совершенно разных наших детей, участвуя в Олимпиаде, и двухсутбальники, и замечательные педагоги, которые занимаются инновационной деятельностью, у нас очень много разных достижений в городе. Достижений много, и кто как не директор департамента образования помнит о них всех и о каждом в отдельности. Если говорить, допустим, об итогах учебной деятельности, город Краснодар, конечно же, как впрочем и всегда, показывает высокие результаты образования в Краснодарском крае. Это и более 30 победителей Олимпиад различного уровня, краевого, федерального. Это, конечно же, и достижения наших учреждений дополнительного образования на мировом уровне. И победители, чемпионы мира по спортивной акробатике и прыжкам на мини-трампе. И знаменитый наш хор МЭЦ, золотые медали соответствующих Олимпийских хоровых игр. Это и, конечно же, высокие результаты единого государственного экзамена. Количество стобальников и двухсотбальников самое большое в Краснодарском крае. Этот год действительно был рекордным для образования Краснодара по многим аспектам, в том числе и по строительству новых школьных и дошкольных учреждений. В 2018 окончено строительство двух школ на 1550 мест в микрорайонах Губернском и Московском. Подходит к завершению строительство школы на улице Героя Веркиева. Еще одна новая на почти 2000 ребятишек появилась в хуторе Ленина. Знаменитая далеко за пределами края школа искусств «Родник» получила сразу два новых здания в микрорайоне гидростроителей. Было построено четыре детских сада, и все это только начало масштабной стройки учебных заведений в теперь уже городе-миллионнике. Ну а что касается желаний директоров учебных заведений кубанской столицы, которые они загадают в новогоднюю ночь, то они оказались, как и полагается учителям, да более простыми и понятными всем. Я хочу, чтобы в школе работало много молодых учителей, потому что именно молодые учителя – это наше будущее. И вот уже несколько лет подряд мы отправляем ребят учиться в наши кубанские вузы именно на педагогическую специальность, и надеемся, что через год уже получим новых молодых талантливых учителей. Чтобы дети были здоровы, чтобы они хорошо учились, понимающих родителей, но и процветание системе образования города Краснодара и Краснодарского края, потому что мы много ездим, мы учимся у других регионов, и чтобы мир был везде. Мир в доме, мир в семье, мир в школе – это немаловажно. В образовании, как известно, неважных вещей не бывает. Здесь значимо всё, ведь от того, какой фундамент мы заложим в школьные годы, зависит будущее Краснодара. Да и страны в целом. Ну а пока, учитывая итоги этого года, в это будущее можно смотреть с оптимизмом. Антон Балзовский, Николай Цедрик, телекомпания «Краснодар». Продолжаем резюмировать и вспоминать события уходящего года, а также всё, чем он запомнился и всех, кто отличился. В центральном концертном зале на «Красной 5» прошёл гала-концерт Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. Так, ВУЗ традиционно отмечает лучших в учёбе, науке, спорте, высших достижений. Подробнее в следующем материале. В этом году достижения имеют особый вес. Университет готовится перешагнуть полувековой рубеж. И этот кубок особенный за победу в летней студенческой универсиаде, первой в истории ВУЗа. Сегодняшняя лучшая десятка студентов – чемпионы мира и Европы. Более 800 студентов являются членами сборных команд страны. Этот потенциал позволяет соперничать с мировыми звёздами в разных видах спорта и в масштабе страны быть лидером в образовательном процессе. Наш ВУЗ занял первое место среди всех ВУЗов нашей отрасли. И это несомненный успех. И мы гордимся, что в период от празднования 50-летия Уванского государственного университета физического культуры, спорта и туризма мы подтверждаем нашу славную историю ВУЗа. Победы в спорте обеспечивает мощный научный потенциал ВУЗа. В 2018-м победителем национальной спортивной премии Российской Федерации был назван профессор Погребной, более 40 лет, работающий в университете. Буду служить российскому спорту и родному ВУЗу. И молодое поколение учёных не отстаёт. В номинации «Спорт высших достижений» они стали победителями конкурса Министерства спорта. Научный потенциал ВУЗа достаточно серьёзный. Это и коммерческие научные группы, которые мы возглавляем. Это федеральные проекты, которые мы решаем. Это количество опубликованных монографий, диссертационных работ. Это новые лица, новые люди, которые входят в науку. Для сопровождения спорта высших достижений ВУЗ создал новый центр в спортивном комплексе на Покровских озёрах. Это универсальный комплекс для учебно-тренировочной и научно-исследовательской деятельности. Не забыть поздравить! В Союзе журналистов Кубани прошла презентация календаря, но необычного. В нём собраны известные жители нашего края, которыми мы можем гордиться. Это политики, руководители, общественные деятели. Все они внесли огромный вклад в развитие нашего региона. Что примечательно, все живут или жили раньше в нашем крае. Например, человек, о котором слышал каждый, кто хоть раз работал за компьютером. Евгений Касперский. Уроженец Новороссийска. А Геннадий Падалко, чей рекорд пребывания в открытом космосе никто не превзошёл, родился в Краснодаре и является почётным гражданином города. На презентации присутствовали не только наши коллеги, журналисты печатных и телевизионных СМИ, а также те, кто в этом календаре отмечен. Память такая вещь с возрастом, она куда-то начинает деваться. И когда у тебя перед глазами календарь постоянный, который ты можешь посмотреть и увидеть в дни рождения каких-то твоих знакомых, может быть, ты помнишь самых близких, самых родных. Но есть люди, категория людей, с которыми у тебя добрые, хорошие отношения, и ты не всегда их помнишь, их же может быть и тысячи. И здесь, попадаясь на глаза, постоянно перед глазами, ты всё это постоянно видишь, и у тебя есть возможность не пропустить и сказать доброе слово. Идея родилась, собственно говоря, из того, что необходима вещь полезная и функциональная. То есть, как бы, подарки, которые мы дарим друг другу, они могут быть какими? Они могут быть красивыми и ненужными, они могут быть полезными и совершенно недорогими. И, собственно говоря, помимо полезностей, мы считали, что такой календарь может быть ещё и замечательным подарком тем людям, которые тебе дороги, и тем, кому ты хочешь помочь в работе. У организаторов проекта уже сейчас есть планы на будущее. Дополнить календарь новыми людьми, это, конечно, не должно составить никаких трудностей. Ведь наш край богат на таланты, и календарь на новый 2019 год тому яркое подтверждение. Главные городские новости в эфире, и вот, что вы увидите далее. Не выдержал натиска. Арт-объект «Я люблю Краснодар», который подарили кубанской столице на день города в сентябре, сегодня разобрали. Без четверти век. Одному из старейших промышленных предприятий Краснодара исполнилось 75 лет. Учимся на чужих ошибках. Как век технологий люди обманывают людей. Смотрите наш сюжет о телефонных мошенниках. Нам с вами по пути. Голоса ведущих телеканала «Краснодар» зазвучали на городских трамвайных маршрутах. Не выдержал натиска желающих сфотографироваться. Арт-объект «Я люблю Краснодар» подарили кубанской столице на день города в сентябре тягущего года. Установили красочную конструкцию на Александровском бульваре в районе кинотеатра «Аврора». Но сегодня подрядчики разобрали его для реконструкции. Как показала практика, креативный объект современного искусства не был готов к той нагрузке, с которой ему приходилось сталкиваться непрерывно. Одна из букв «Первая Р» покинула определенное место дислокации, не простояв и недели. Следующая пара букв «Р» и «Д» им повезло еще больше. Стоять на своих местах они остались, но с заметными повреждениями корпуса. Даже не могу вам точно все это дело сказать, почему она снеслась так, та буковка «Первая Р». Ну вот, по крайней мере, вот эта буква, она держится довольно-таки хорошо. Честный? Корпус прочный, да, в том-то и дело. Ну не знаю, видите, у нас тоже народ такой, что они действительно какие-то вандалы, которые, не знаю, не чувствуют меры и начинают шататься на них или еще как-то прыгать, что ли. Производится демонтаж арт-объекта по причине того, что сломаны три буквы. На сегодняшний день мы сейчас все это дело перевезем на реконструкцию. Подрядчиками, которые это дело устанавливали, будет произведено полностью ремонт всех этих сломанных букв. И сам арт-объект будет установлен по улице Калинина, возле Сельхозинститута. Там зона более закрытая. После проведения ремонтных работ, планируется, что их выполнят за месяц, обновленный арт-объект «Я люблю Краснодар» разместят на зеленой зоне транспортного кольца, на пересечении улиц Калинина и Лукьяненко. И мы решили узнать, что об этом думают краснодарцы. Обидно, что все-таки испортили их. И надеюсь, что буквы забирают, но вернут, но уже в целости и в полном комплекте. Мне кажется, там же и должен стоять. На чего? Ну, как бы много людей ходят. Я в интернете много фоток замечал, люди фоткаются, им это нравится. Классно и интересно. С одной стороны да, с другой стороны нет. На общем фоне не очень хорошо смотрят. Сейчас их переставят на другое место, рядом с парком Дендрарий, на зеленой зоне. Там не так удобно будет к ним подходить. Как думаете, может это место более удобное будет? Оно более удобное, оно более эстетически смотрится. И восприятие будет совсем другое у людей. Не знаю, я в эти игры не играю. Убрали, убрали, иначе кому-то мешали. Всегда надеемся на лучшее, поэтому пусть стоят. В следующем году люди станут добрее и аккуратнее. Да, мне, например, жалко, что из-за тех, кто не уважает чужой труд, приходится страдать тем, кто действительно любит наш город. Надеюсь, этот случай станет для многих уроком. Идем далее. Ежегодно в конце декабря мы чествуем самых смелых и отважных людей, которые спешат на помощь без страха, рискуя жизнью. Конечно же, речь идет о спасателях. Отметить свой профессиональный праздник в Центральном концертном зале собрались ветераны и действующие сотрудники МЧС Краснодарского края. Те, кто стоял у истоков создания ведомства и те, кто по сей день спасают жизни людей. Пожарные и водолазы, кинологи и летчики – здесь те, кому мы в первую очередь звоним, когда случается беда. Предотвратить, спасти и помочь – вот девиз сотрудников МЧС. За этими краткими словами – тысячи спасенных жизней. И этот год выдался для них нелегким. Все помнят о лесных пожарах и серьезном наводнении, произошедшем на Кубани. Но благодаря слаженной и оперативной работе в крае удалось снизить количество пожаров и случаев гибели от огня и воды. Уходящий год в очередной раз подтвердил высокий профессионализм и признание спасательной службы России и Краснодарского края, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И эта благородная миссия высоко оценена главой государства. Реализуя одну из главных задач по снижению потерь, поставленную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, хочу отметить, что в целом мы выполнили данное поручение. По традиции, в этот день лучших сотрудников наградили медалями МЧС России, почетными грамотами и благодарностями от губернатора края. Некоторых повысили в звании. Дмитрий Башко заслужил погоны подполковника внутренней службы. Признается, приходить людям на помощь в самые сложные ситуации когда-то было его мечтой. Сейчас стало делом всей жизни. Всегда хотел носить погоны, быть офицером и всегда хотел помогать людям. И часть нашей работы, и основной ее посыл, это оказание помощи, профилактики пожаров, гибели детей. В частности, соответственно, той должности, которую я занимаю. Да и в целом наша система, она направлена на то, чтобы людям как можно больше и чаще оказывать всевозможную помощь. Грамоты из рук генерала получили и юные краснодарцы, победители творческого конкурса МЧС. Именно они лучше всех говорили о спасателях, исполняли стихи и песни. Самый юный участник, еще дошкольник, пожалуй, лучше всех знает об этой профессии. Еще бы, ведь его папа и есть самый настоящий спасатель. Сирена, как гром раскаты, машина, как гнев Посейдона. Мы пожарно-спасательные ребята, и мы спасем стадионы. Пускай стихия бушует под струю высокого давления. Пускай нас фортуна целует и в дальность ведет вдохновение. Случается и так, что во время пожаров, наводнений и дорожно-транспортных происшествий, спасая людей, свои жизни отдают и сами спасатели. Сегодня их почтили минутой молчания. Юлия Жизневская, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар». Без четверти век одному из старейших промышленных предприятий Краснодара исполнилось 75 лет. Поздравить парфюмерно-косметическую фабрику «Аванто» с юбилейной датой и вручить памятную награду прибыли и почетные гости. Производственные цеха посетила глава Центрального округа Елена Малова. С подробностями наш корреспондент Валентина Щербакова. Губные помады, кремы, шампуни и гели для душа. Каждый день под чутким руководством Владимира Галенко тысячные партии косметики обретают свой товарный вид. На парфюмерную фабрику «Аванто» молодой специалист устроился варщиком массы сразу же после окончания Кубанского политеха. Уже через полгода всю производственную цепочку знал на зубок. Инициативу и желание совершенствовать общее дело руководство вскоре также отметило. Работал, старался вникать, просто хватать все нюансы, как можно больше всего впитывать. И в один прекрасный день меня вызвали, говорят, не хотите ли попробовать с технологом? Я говорю, конечно, да. И вот я здесь. Мы стараемся учитывать все требования, которые к нам предъявляет именно каждый конкретный заказчик. То есть у нас очень сильная техническая, научно-техническая база. Мы разрабатываем конкретно здесь, на нашей фабрике, именно рецептуры. То есть этим могут похвастаться не все парфюмерные фабрики, тем более российские. Старейшее предприятие не только Кубани, но и страны было основано еще в военные годы. Тогда фабрика называлась «Сувенир». Снабжала фронт тройным одеколоном и зубным порошком своего производства. Некоторые наименования имеют почти вековую историю и выпускаются по сей день. А это целых 75 лет. По старинной рецептуре авантовцы делают и крем, известный всем россиянам, пантенол, а также зубные пасты, лосьоны, косметику для детей и аптечные товары. Содержимому вот такого вот пластмассового ведерка будет рада каждая женщина. Почему? Ответ прост. В нем хранится губная гигиеническая помада. И в таком объеме, что хватит ее не то что на год, но целые десятилетия. На этапе производства, когда она является всего лишь полупродуктом, выглядит она именно вот так. Особым спросом у заказчика пользуется отечественная гигиеничка. В холодный сезон выпуск этой помады вырастает в два раза. Общие объемы производства уверенно увеличиваются также. А потому порой работники выходят в третью смену. Штат сотрудников у краснодарской фабрики «Аванта» 450 человек. Разовая спецодежда, бахилы и шапочки. Гарантия стерильности цеха. Ежедневные микробиологические проверки воздуха и приготовленной массы. Свои парфюмеры, химики и разработчики. Все вместе дает на выходе важную особенность – качество. Понаблюдали за процессом производства и почетные гости. А также поздравили с юбилеем, вручив медаль в достояние Центрального округа. Оно конкурентно, как российский производитель, на мировом даже уровне. Потому что очень много предприятий ближнего, дальнего зарубежья, с кем у них очень тесные связи развиты. Соответственно, предприятие выпускает такую продукцию, которая гипоаллергенна, имеет лечебный эффект, востребована нашими жителями. Полный цикл от разработки до логистики. Главная конкурентная особенность «Аванта» – собственная упаковка. Флаконы, тюбики и колпачки также производят в стенах фабрики в тубном цехе. Результат – заметная экономия транспортных расходов. Невооруженным глазом видно, что 75-летие поистине легендарное предприятие встречает бодро и уверенно. И теперь, чтобы дожить до векового юбилея, важно удержать заданный темп. Генеральный директор фабрики в шутку говорит, что именно закалка боевых лет помогает предприятию противостоять любым трудностям, а также не терять боевой дух. Валентина Щербакова, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар». Далее важная информация для тех, кто пользуется общественным транспортом в Краснодаре. В Новый год с обновленным маршрутом. 21-й автобус меняет схему движения. Он будет следовать в прямом и обратном направлениях от Ставропольской до Таманской, далее по улице Ким, Шевченко, переулку Константиновскому без заезда на улицу Чехова. Сделано это потому, что там для безопасности дорожного движения ликвидировано место для разворота и стоянки автобусов. Приговор за мелкое хулиганство для Хаски остается в силе. Это решение принял Краснодарский краевой суд. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил адвокат рэпера. Напомню, концерт Хаски в Краснодаре должен был пройти 21 ноября, но его отменили. Музыкант все-таки спел для фанатов. Он залез на крышу чужого авто и исполнил свой популярный трек. На землю рэпера спустили правоохранители. Его арестовали на 12 суток, но позже отпустили. Как в век технологий людей разводят на деньги и как этого избежать, расскажет Татьяна Леонова. Смотрим. Скинь мне деньги на карту, я тебе потом верну. Такие сообщения все чаще приходят смс-ками или в соцсетях. Жертвой телефонных мошенников стала и Анна. Ее страницу популярной сети ВКонтакте взломали буквально пару дней назад. От имени девушки стали писать ее знакомым с просьбой одолжить денег. Причем злоумышленники требовали сначала 5000 рублей, но потом, когда друзья отвечали, что таких денег нет, просили одолжить хотя бы 1000 или 2. Одногруппница, которая уже давно знает Аню, поверила сообщению и скинула деньги на карту. Другие поняли, что это не я пишу, по разным причинам. Кто-то, с кем-то мы общались буквально незадолго до того, и они понимали, что я бы позвонила. А вот однокурсница, она решила помочь и не стала, почему-то не перезвонила мне, не уточнила ничего. Поэтому она повелась, попала. Одногруппница девушки, когда поняла, что попалась на удочку мошенников, попыталась вернуть свои деньги. Потерпевшая позвонила в банк, но там ей ответили отказом, ведь платеж был переведен добровольно. Она решила, что это не такая большая сумма, и поэтому решила забыть это поскорее и не вспоминать больше. Заявление я-то не могу написать, а она не хочет писать заявление, потому что сумма не такая большая. Причем неизвестные так вживались в образ Анны, что у друзей из сети они спрашивали, как дела, с некоторыми даже договаривались о встречах. Злоумышленники, видимо, прочитали переписку недостаточно внимательно, и они писали о встречах, действительно, о встречах. Мы планировали с девочкой встретиться предварительно, и они писали о том, что вот мы с тобой встретимся в такое-то время, тогда-то, и принеси деньги с собой. По случайному стечению обстоятельств, еще одну героиню нашего сюжета, которая стала жертвой мошенников, тоже зовут Анна. Неизвестные взломали ее страницу в одноклассниках. Схема, как и в предыдущей истории, друзьям из соцсетей писали от лица Анне и просили в долг. Девушка рассказала, что она уже не в первый раз сталкивается с мошенниками. Получается, у меня украли рюкзак в больнице, и у меня была фотография его, я выставила в социальные сети, сказала, что если кто-то увидит, то чтобы связались по номеру телефона. Вечером уже сразу начали поступать звонки, люди говорили, что я должна им перевезти деньги как вознаграждение, и тогда сразу мне привезут рюкзак. Рюкзак Анне все-таки вернули, просто подбросили в учебное заведение, в котором мучается девушка. Правда, вот многих вещей, которые были внутри, не оказалось, но документы оставили. То, что таким способом обманывают людей, не новость, но некоторые до сих пор продолжают верить лжесообщениям и переводят деньги на карты злоумышленников. Практически каждого второго пользователя соцсетей взламывают. Пару дней назад я выложила пост в интернет о том, что ищу людей, чьи страницы взломали, когда начала снимать этот сюжет. Мне написали десятки знакомых и даже незнакомых людей, которые попали в аналогичную ситуацию. Давайте узнаем у краснодарцев, а поверили бы они, если бы им написали со страницы друга и срочно бы попросили перевезти деньги. Конечно, если отключить логику, и хотелось бы, конечно, помочь человеку. Да, и послала бы деньги. Нет, я обычно звоню. Ну, другу звоню, уточняю по телефону уже личному. А вы обладали когда-нибудь в такую ситуацию? Да, часто раз пять. Ну, стабильно такое. Я думаю, сейчас это уже не удивишь никого. Ну, если знакомый я его знаю конкретно, то я переведу. А если вообще кто-то, вот неизвестный номер, я не буду переводить. И меня взламывали, и друзей взламывали. Ну, как бы я, когда мне пишут, я не верю, ну, стараюсь звонить этому человеку, ну, удостовериться, что, ну, как бы, что это реально он и что ему деньги нужны. С каждым годом происходит рост подобных преступлений. По Краснодару эта цифра увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Мошенничество, совершенное с использованием средств мобильной связи, сети интернет, а также с незаконным списанием денежных средств, банковских счетов, пластиковых карт, являются одним из самых популярных видов современных преступлений. Только в городе Краснодаре с начала текущего года возбуждено 739 уголовных дел данной категории, из которых более 160 уголовных дел уже расследованы. Чтобы не стать жертвой онлайн-мошенников, нужно просто соблюдать элементарные правила безопасности, позвонить другу, проверить сообщения, а потом уже принимать решения. Будьте внимательны и не попадайте в неприятные ситуации. Татьяна Леонова, Александр Ивановсков, Иван Жалнин и Александр Синников, телекомпания «Краснодар». Я вот только недавно научилась свою бабушку с дедушкой перезванивать, когда им приходят такие сомнительные сообщения. Спасибо, Тань, за сюжет. И переходим к другим темам. Праздник детям. В музыкальном театре прошло новогоднее представление для детей военнослужащих и сотрудников силовых структур. Эта благотворительная акция была организована за счет пожертвований людей, которые уволились со службы и начали заниматься бизнесом. А краевая администрация выделила помещение, чтобы также помочь детям встретить праздник вместе со своими родителями. Эта категория детей обычно обделена вниманием. Почему? Потому что родители часто несут службу, уезжают в командировки, тушат пожары, обеспечивают правопорядок в нашем городе. И мы уже шестой раз, шестой год проводим эту елку именно для этой категории детей. Для того, чтобы их мечты исполнялись, для того, чтобы у них была сказка, для того, чтобы они радовались Деду Морозу, Снегурочке и получали подарки. Спектакль начался с красочной световой иллюминации и продолжился постановками сцен с известными сказочными героями, такими как Щелкунчик и Мышиный Король, Мэри Поппинс и всем известный Семеро Козлят. А в конце представления дети, конечно же, получили новогодние подарки, которых ждали с большим нетерпением. Нам с вами по пути. Голоса ведущих телеканала Краснодара, точнее мой голос и голос моего коллеги Михаила Молчанова, теперь звучат в трамваях, курсирующих в Краснодаре по пятому маршруту. Следующая остановка улица Бутенного. Академический театр драмы. Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать свой проезд. Удленно у кондуктора билет сохраняется до конца поездки. Они не только объявляют название остановок, говорят привычные фразы об оплате проезда и необходимости держаться за поручни. Также мы поздравляем жителей и гостей города с Новым годом и рассказываем, как отмечали новогодние рождественские праздники наши предки. Знаете ли вы, как отмечали Новый год и Рождество в Екатеринодаре и Краснодаре и наши предки? В середине декабря 1907 года на городских базарах впервые появились продажи елки. Но в ограниченном количестве, так как распутиться на перевале в районе Шапсукского юрта не позволяло доставить деревья в Екатеринодар. В современном Краснодаре уже 58 елочных базаров. Необычные объявления будут звучать в новых трамваях, оранжевых апельсинах и красном трехсекционном витязе до середины января. Данная акция – совместный проект нашей телекомпании и Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Надеюсь, вам все понравится. Новичок Шоу выходит на финишную прямой этого года. И на сей раз он будет посвящен одному из главных его атрибутов и символов. Нет, это не Дед Мороз или Снегурочка, и даже не елка с Оливье. Это она единственная и неповторимая примадонна российской эстрады Алла Пугачева. О ее судьбе, о ее участии, возможно, в вашей судьбе мы и будем говорить. Ведь Пугачева – это наше все. Встречаемся, как обычно, в четверг в 15.00 в прямом эфире. Ну а если вам уже сейчас есть что сказать, или, быть может, вы хотите что-то рассказать о случае, песне, которые оставили след в вашей жизни, или просто о вашем отношении к этой великой женщине, звоните к нам в редакцию по телефону 8-988-3-8-21-38 и кидайте видео с признаниями в любви на наш почтовый ящик ntrk-tv-sobaka-yandex.ru Кто хочет сказочную елку от главного городского телеканала? Тогда вам сюда, в наш аккаунт Instagram. Телекомпания «Краснодар» запускает конкурс для подписчиков. 27 декабря мы разыграем три новогодних дерева среди случайных людей. Всего-то вам нужно поставить комментарий под постом в нашем аккаунте и написать порядковое число, а потом ждать, что генератор чисел выберет именно его. Всем удачи! Пока это все, что мы успели вам рассказать к этой минуте. Я ненадолго с вами прощаюсь. До встречи в 22 часа. Редактор субтитров А.Семкин